Архивные кадры 26-летней давности. В этот день республика фактически праздновала победу над грузинским агрессором. 27 сентября 1993 года ценой огромных потерь абхазская армия освобождает Сукуль. Военная операция продолжительностью в 11 дней приносит всему абхазскому народу долгожданную победу. Дойти до победного и вернуться домой тогда не смогли тысячи абхазских сыновей и дочерей. Идя на войну, практически никто не задумывался о собственной жизни. В те дни речь шла о свободе своего народа, своей семьи и будущих поколений. 27 сентября уже с 10 утра в Парке Славы сотни людей. Все они идут, чтобы возложить цветы к мемориалу погибших бойцов и сказать спасибо за спасенные жизни. Первыми свинками идут матери погибших бойцов. У Тамары Клиевской бойцом была дочь. С первых дней войны она и еще сотни девушек, не задумываясь, встали на защиту своей родины. Кто-то держал в руках оружие, а кто-то выносил раненых из ожесточенных боев. Выносил и спасал. Виолетта Клиевская, как и многие тогда, так и не дождалась заветных слов о победе. Не зря дети погибли, которые сумели добиться, достичь этого. Светлая им память. А кто остался, кто живет сейчас, чтобы возрождал, радовался, жил и плохого никогда не видел в этой жизни. Рядом с матерями идут и женщины-ветераны. Посоветовавшись с родными, Зерафида Дябшба приняла непростое решение – пойти на войну. Тогда еще совсем молодая медсестра находилась на передовой самых ожесточенных боев, в числе которых была и наступательная операция по освобождению Сухума. Честно говоря, очень трудно было решить, пойти не пойти, потому что у меня была маленькая девочка, дочка. Ее оставлять тоже очень тяжело было. Но потом мои сестры поддержали, сказали, что если твоя душа так желает, можешь идти за ребенком, не переживать. Вот и я решила пойти. И был такой момент, когда мы брали Сухум, где зеркало, да, вон там под мандариной лежу и отстреливаюсь. И вдруг вспомнила, что у моей дочери сегодня день рождения. Это такое волнение, это так, я так начала плакать, просто так грустно стало, что моему ребенку сегодня день рождения. И когда у ребенка спросили, что ты сегодня хочешь в подарок, а ей сказали, она говорит, что лишь бы моя мама живая вернулась, это самый большой подарок для меня. Вот так ответил ребенок. Сразу после ветеранов возложить цветы к мемориалу павшим солдатам подходят и члены правительства, депутаты парламента, а также сотрудники практически всех ведомств республики. Субтитры создавал DimaTorzok Колонну к мемориалу продолжают представители общественности, а также подрастающего поколения. Отец Илана Абаева и легендарный Аслан Абаев, герой Абхазии, доброволец из Кабардино-Балкарии. Узнав о войне, он, не задумываясь, приехал на помощь в нашу республику. Его старший брат находился здесь, и он тоже приехал сюда и остался здесь жить. Я благодарна им, что они освободили наш город и что наша Абхазия процветает. Торжественный праздничный день, 27 сентября, который 26 лет назад практически ознаменовал победу абхазского народа, для большей части населения проходит с грустью. Люди помнят, какой ценой абхазский народ смог отвоевать свою независимость и свободу. Юла Барганджа, Сосрыква, Гухава, Абазатова.